А мы опять стоим Где мне хочется быть И пусть я немного боюсь А я не остаюсь Я остаюсь, чтобы жить 27 лет назад, 27 февраля 1997 года Остановилось сердце талантливого музыканта Основателя и лидера группы «Черный обелиск» Анатолия Крупнова Трагедия случилась прямо в музыкальной студии Где записывался очередной музыкальный материал Для нового альбома группы «Черный обелиск» Произошел сердечный приступ Анатолию Крупнову, талантливому музыканту Был всего лишь 31 год Когда его не стало, не смогли спасти 96 год я считаю, что я потерял Наркоманил, наркоманил и наркоманил Сейчас я слез Сейчас я слез И у меня единственное желание Это желание, чтобы то, через что прошел я Чтобы как можно меньше людей прошли через это Я был на целом дне просто Просто на целом дне Меня остановило четкое ощущение Во-первых, летящих мимо дней Вот это меня остановило ощущение Ощущение того, что еще Ну, еще месяц, ну два И я просто-напросто перестану быть тем, кто я есть Я сам уничтожюсь На Веденском кладбище находится семейное захоронение музыканта В 90-е его называли лучшим бас-гитаристом Помимо группы «Черная обелиска», которая была создана в августе 1986 года Анатолий Крупнов периодически также работал в составе таких популярных музыкальных коллективов Как группа «ДДТ» Группа «Неприкасаемый» с Гариком Сукачевым Тяжелая музыка, ребятки, сразу говорю Поклонники Юры Штунова могут пойти покурить Я тоже, я себя не причисляю к поклонникам вот именно такой музыки Называется металл, хард, хард-рок Тяжелая такая музыка Вчера я потратил весь вечер, чтобы более подробно изучить и посмотреть материалы, которые вообще есть в наличии в интернете На мое удивление, на YouTube-канале я обнаружил очень хороший, там написано официальный канал Анатолия Крупнова В котором собрано огромное количество ценного материала касаемо творчества и жизни Анатолия Крупнова Ты никуда от меня не ушел, и ты все время в моей жизни, ты всегда со мной, в моей душе, навсегда Я даже не побоюсь Анатолия Крупнова поставить на одну ступень вместе с Виктором Цоем, группа кино Вместе с Михаилом Горшеневым, группа Король и Шут Также, естественно, Юрий Клинских, группа Сектор Газа И многие другие еще музыканты, которые писали, в общем-то, такую настоящую пацанскую музыку А вот лишь нет свои наряды, только чур-чур-чур не набивайся, я тебя с утра не докужусь На 25-м участке Веденского кладбища находится могила Анатолия Крупнова В этом году, как вы можете видеть, огромное количество снега И что-то мне подсказывает, что на Веденском кладбище, это во Минновадеевиче кладбище Где люди ножками все утоптали Это Веденское кладбище, здесь как бы не так часто народ ходит Что-то мне подсказывает, что там сейчас будут большие сугробы Даже если будут сугробы, ребятки, все равно мы подойдем к могиле Анатолия Крупнова С букетом красных гвоздик, а гвоздики у меня в пакете, потому что зима никак не хочет у нас отступать Вот такой вот букет я, конечно, разберу, красных гвоздик и лампадку, красную лампадку я взял В день памяти талантливого музыканта, лидера группы «Черный обелиск» Этот человек написал и исполнил огромное количество песен Он был неординарной, многогранной и очень яркой личностью И просто безгранично обаятельным и дружелюбным человеком Рокеры, байкеры, киношники, телевизионщики, театралы Все найдут повод и неопровержимую причину считать его своим Смерть застигла его внезапно во время записи очередного альбома Его звали Анатолий Крупнов Мы плотно движемся стеной, и все они от нас бегут Мы в цели движемся одной, те, кто не с нами, пусть убрут Смотри скорее вокруг, их слишком много вдруг Порвем порочный круг Он ходит и думает не так И ты уверен в том, что это враг Не думай ни о чем ты будешь прав По имя счастья, правды и добра Убей всех Группа Черный обелиск просуществовала с 1986-го, получается, по 1997-й год до конца жизни Анатолия Крупнова Были периоды в творчестве и в истории группы Черный обелиск, когда Анатолий Крупнов распускал группу По-моему, это год где-то 1988-й Потом в начале 90-х он снова собирает группу Черный обелиск И вот именно в тот период начинается настоящая серьезная работа группы В начале дня, как всегда, несмотря ни на что Забыв усталость, болезнь и врожденную лень Старайся все свои силы направить на то, чтобы остаться в живых Пережив этот день День пошел, а ты все жив День пошел, а ты все жив День пошел, а ты все жив Можно я шпаргалочку гляну, ребят, чтобы ничего не напутать Потому что меня будут потом ругать сильно Немножечко хочу пробежаться по истории существования группы Черный обелиск Всю информацию, которую я сейчас озвучу, я немножко озвучу Поэтому сильно не переживайте, долго не буду рассказывать в Википедию При желании вы сами можете затем интернет все почитать Я выписал основные факты касаемо группы Черный обелиск 1 августа 1986 года Анатолий Крупнов собирает группу Черный обелиск Осенью 1986 года в одном из клубов состоялся первый концерт группы Черный обелиск начинает потихоньку набирать обороты Начинают делать и выступать со своими шоу В концертных шоу группы Черный обелиск присутствовали Пиротехника, там огромный череп был на сцене Сейчас, может, какие-то фрагменты я найду и подставлю выпуск Память, мне самому очень интересно Я даже не помню таких групп, которые делали именно такое вот огненное шоу на сцене Вот если помните, то назовите, пожалуйста, жду ваших мнений в комментариях Если верить интернету, в 1987 году группа Черный обелиск делает свою первую студийную запись Весной 1991-го выходит песня «Полночь», также выходит видеоклип на эту песню Дальше записывается альбом «Стена», летом 1992-го записывается второй альбом В 1994 году Анатолий Крупнов пишет хит Песня «Я остаюсь», так получается, что по которой мы все и помним этого талантливого музыканта Который, к сожалению, ушел очень рано В 1996 году группа Черный обелиск приступает к записи очередного альбома И, к сожалению, 27 февраля 1997 года Анатолий Крупнов не стало Умер Анатолий Крупнов прямо вот на студии, где и шла запись нового материала для альбома Когда ушел Анатолий Крупнов, Черный обелиск должен был распасться Но благодаря родным, коллегам и поклонникам свет увидел последний недописанный альбом Обелиск восстал из пепла И теперь он стоит именно Черным обелиском на могиле Крупнова в память о нем Название оправдало себя Ведь давно известна истина Значение присвоенного имени обязательно отразится на судьбе Анатолий, видимо, предчувствовал это Очень надеюсь, что у меня получится все это как-то собрать в общий ролик памяти Плюс где-то я оформлю какие-то вставочки Позаимствую на канале Анатолия Крупнова Чтобы вы понимали, о каком талантливом человеке у нас с вами идет речь И даже в тяжелой музыке, оказывается, есть настоящие талантливые люди Полувядших лили аромат Мои мечтания легкие туманит Мне пили о смерти, говорят О времени, когда меня не станет О времени, когда меня не станет О времени, когда Миру спокойной душе моей Ничто ее не радует, не ранит Не забывай моих последних дней Пойми меня, когда меня не станет Пойми меня, когда меня не станет Пойми меня, когда меня не станет Пойми меня Я знаю, друг, дорога не длина И скоро тело бедное устанет Но ведаю любовь, как смерть сильна Люби меня, когда меня не станет Люби меня, когда меня не станет Люби меня, когда меня не станет Мне чудится таинственный обет И ведаю, он сердце не обманет Забвения тебе в разлуке нет И ни за мной, когда меня не станет Иди за мной, когда меня не станет Иди за мной, когда меня не станет Иди за мной Иди за мной, когда меня не станет Иди, потом смысла Всё, чего ты carved ? Как тол niva?! Убра? Да, вот. Достаиваем, да. А вышла она уже после его ухода. Да, вот, вот, вот. Кстати, Соня только узнал, что он снялся пилот из окошка вместе с Молисом. Вот себе беретки фирменные в очках. Пришла подруга нам. Сейчас тебе дадим хлебчик. Сейчас, подожди. Сейчас. Не переживай. Мы не жадные. Все, по-моему. Полуувядший халивий аромат Мои мечтания легкие туманит Не пили о смерти, говорят О времени, когда меня не станет О времени, когда меня не станет О времени, когда... Мир успокоенный душе моей Ничто ее не радует, не ранит Не забывай моих последних дней Пойми меня, когда меня не станет Пойми меня, когда меня не станет Пойми меня, когда меня не станет Пойми меня Я знаю, друг, дорога не длина И скоро тело бедное устанет Но ведаю любовь, как смерть сильна Люби меня, когда меня не станет Люби меня, когда меня не станет Люби меня, когда меня не станет Мне чувствуется таинственный обет И ведаю он сердце не обманет Забрения тебе, роднуки, нет Иди за мной, когда меня не станет Иди за мной, когда меня не станет Иди за мной, когда меня не станет Иди за мной Но я следил за всеми, кто выходит на те времена Возможно, я не имею самое интересное узнавать Я послушал музыку, поэтому я их Приходишь как-то к себе домой Ты всегда приедешь Открывая музыка Сейчас вспомните Домesi Впрочем, перебираешься Сейчас Почти Впрочем Это Впрочем Впрочем Жаль Впрочем 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 раз полазил. Слушайте, а вы правы его делаете. Я в телефоне, через телефон делаю, я говорю, это самая лучшая фотка его, вот эта вот, ну, я имею в виду, которая на тебя смотрит, да, вот так вот, в качестве этой обуви, вот можно было бы просто прям на память, нифига. А это не с этого, а не с еще один день? Кажется, это оттуда. Я не знаю, откуда. Может быть. Да, может быть, может быть. Четыре. Четыре. Да, 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 да. Да, может быть, она. Он, скорее всего, к депу прилетел, как Шулдин и Рукчак. Скорее всего, это его друг, это его друг, да, они фанаты, он фанатовый был. Мне, кстати, Шулдин и Рукчак снимали, а он деталист, в принципе, и особенно их печи, он вообще практически не умеет. Как Смойский рассказывал, вспомнил интервью Смойского? Что? Смотри, он на Ютубе. А он здоровый. Ну, да как же, я говорю, просто, чтобы, говорит, его разозлить, мне кажется, говорит, его надо мир взорвать. Умудрился и его, любительскую любимую камеру. Понимаешь, даже он умудрился. У Тарии был, и Тарию. Ну, Тария вообще простая. Пальцы веры, до свидания. А еда, она после байтвиша, ее теперь все, по барабану. Ну, да, но теперь, если на нее кто-то голос повысил, она распадает. До свидания. Была такая тема, что мы с другом приходили очень часто, и Игоря Юрьевича встречали. Вообще невменяемое состояние. С Мрачевым. Ммм. Приходило? Ну, конечно, я его тут встречал раз. Давно? А это был 20-й пандемийный. Сюда пускали вообще свободно, спокойно. А вы на каждую дату памяти приходите? Ну, стараюсь, да, вот 24 марта я тут пришел. А вы в одной группе с ним играли? Нет, ни в коем, я как бы, я профессиональный музыкант, я барабанщик, я как бы знаю Володю Ермакову, который барабанит. Частенько посещаю такие вот места, вот за Андреем тоже вот слежу. Да, это надо, это надо, да-да-да, только так мы будем издавать. Тут еще есть Саша Лосев, который был в этом группе «Цветы». Да, «Цветы». Вот там чуть поодаль. У меня просто есть товарищ старший, Олег Иванов, он играл с Барыкиным в одной группе на гитаре. И Лосева, естественно, знал лично. Ну, Лосев это вообще просто, вот что Крупнов в космос, что вот Лосев в космос. А почему вы к Барыкину не пришли? На его день рождения? Угу. Ну, Троекуровское, оно как бы такое очень интересное кладбище, но до него как бы добираться, несмотря на то, что я сам на северо-западе живу. Неудобно. Ну да, и как бы к Барыкину не всегда получается как бы попасть. Вообще, в целом, на Троекуровское не всегда получается попасть. Да, далеко, конечно. Маляев это, ну, как бы во время захоронения он здесь, вот он и… Там, как бы да, было народу много. Я смотрю, я всегда задавал вопрос, а почему, типа, Толика именно здесь похоронили? Он, типа, был прописан, я уже не в курсе. Он никогда не задавался этим вопросом. Ну что, может, человек какой-то, Толи не везли. Просто он что-то и на Арбате жил, когда… Да, и ещё где-то. Они же в своемя сыграли как-то с «Пантерой» с «Металликой», когда… Я Серегу Подрезенко очень хорошо знаю. Барабанщик. Серега Блудный, который вот как раз с Ермаковым дружил и с Крупновым они прям… Ну, Блудный ушел из этой темы, когда вот они, получается, записали «Подъем», альбом «Эст» и всё. Ну, Сагадеев меня смотрел, говорит, «Каннибал Турк», «Газ Коррозия Металла». Там он чудил вообще конкретно. Там все чудили. Там, как бы, и Боров, как бы, и Сережа чудил. Ну да, «Высокосов». А если у вас кто-нибудь был на концерт? Обелиска? Когда он умер, мне было 11 лет. Не, я на старом Обелиске не был. На новом Обелиске был два раза. Я много на этих концертах был. И «Ари» и «Мейден», и «Король Шут», но с «Гашком». Обелиска нет. Мечта мне, конечно, попасть бы на живого Крупнова, на живого Калинских секторгаза. Ну, не судьба. Но у них у всех есть возможность сюда приехать. Видите, вы молодцы, ребята. Нет, я не только сегодня приехал. Я приезжаю часто сюда, ну, несколько раз в год просто. Представляете, погода. Ну, вот у меня друг из командировки когда приезжает, а он, мало того, как бы, он тоже пишет свою музыку. Вот ему сейчас, он хоть немножко не в музыке, мы с ним в институте культуры учились вместе. Вот. Он, как бы, немножко сейчас не в музыке, но вот все равно, как бы, он тоже пишет свое. Вот я не так давно на барабан написал для него композицию для своего товарища. И он у Толика многие композиции может исполнить так же проникновенно, как Толик. Вот. Потому что, как бы, учился этому ремеслу и вот прочувствовать, как бы, то, как Пумир это передавал. Он, у меня вот мой товарищ молодец. А вы, как барабанщик, какую-нибудь композицию крупного играете? Ну, стена. Конечно. Ну, то же самое «Черный обелиск» барабанной партии такие интересные очень. Ну, память о прошлом, конечно, да. «Черный обелиск». Вообще, да. Первая песня «Черный обелиск», это вот сама песня, это была самая первая песня, которую у них услышал. Тогда еще, в то время, когда были эти кассеты левые, самая первая песня началась. У меня вообще часа. Я в девяносто четвертом году первый раз услышал «Скорпионс», «Ласковый май», «Кино», «Обелиск» и, по-моему, «Сектор». «Ласковый май» — это, конечно, вообще. Не, ну, я, как бы, очень хорошо отношусь к Шатунову. Нет, за «Сектор» родители, когда кассеты находили, ругались, отбирали. А потом чуть ли не самих слушать начали. Музыка, она такая, объединяет все поколения. Я, помню, включил сказку «Сектор Газа», ну-ка, еще «Бессмертный». «Мам, зашла, тебе, говорит, не стыдно прямо им такие вещи слушать?» Я говорю, ну, а что такого-то? Ну, «Сектор Газа, е-мое». И закрыл дверь, потом заходит, ну, говорит, сделай погромче. Ну, да. Вот такое вот было. А мы с другом, когда «Ядрену вошь» нашли кассету, мы так смеялись, по-первых, вообще, че? Да, эта фраза «Теперь с тобой мы родственники Павшан». Да-да-да, там. Стенки в этом доме, куда скорый ехал долго. Да. Он прям вот обнял свои ноги, якобы, и все. Ну, «Клинских» там уже и без вариантов было, потому что… У этого тоже было без вариантов. Там был гепатит, там уже был ВИЧ, там «Клинских» уже был организм, он долго не прожил. Я-то и смотрел много передач, после этого все это скрывалось, как все эти болезни. Ну, сердце-сердце даже. А Крупнов, ну, как все это… У него сердечный лист резко, сердце стоило. У него уже ничего не болело, ничего. Не болел, но он как себя убивал. Убивал. Наркоголь, алкоголь. Тогда в то время все, ну, большинство музыканцев… Ну, понятно. Рок музыканцев. Ну, по сути, как-то смешное решение после концерта. Он как алкоголь, наркотик. Не, вот многие удивляются, типа там, вот Оззи там до сих пор живой. Я вот задаю вопрос людям, а вы вот просто задайтесь вопросами. Тогда тот же Курт Кобейн, все Мотли Крю, Оззи. Они, весь этот порошок, мне кажется, в наичистейшем виде пробовали. Если бы им хоть какая-то примесь попала, они бы как Сидвишес просто умерли и все. Понятно. Потому что у Сидвишеса не было возможности достать такое. А у этих персонажей, конечно, они могли достать все, что угодно. Я говорю, Оззи, мне кажется, после смерти ему реально, как он говорил, мое тело надо там завещать на науке. Вот и пусть изучают, как так можно прожить вообще в проспиртованном, про вообще весь в коксе, в героине там. Ну и Кобейн, он тоже у него чисто, он ярко колон, чисто. Он на химии был. ЛСДшник он был. Нет, он на колонке был. Ну там не так, но ЛСД его сгубило. Так видишь, зачем эти дела растут? Ну да. Да. Там, к сожалению, да. Ну вот у Дэйва Гролова барабанщик был, Тейлор Хокинс и Фу Файтерс. Они же в Колумбии были. В Поготе или как там правильно, город этот называют. То есть в Колумбии у чувака сердцем случилось. Ну да. От чего? В Колумбии у человека может... Ну да. От чего? Интересно. Ну это же наркобаронская какая-то, по-моему, страна. В Колумбии, да. Виноградова уже была у меня... За моего прадедушку, самый смешной, у меня в НКВД служил. Вранение под Москвой получил, да. И вот умер от рака. Ну все нормально, но рак. И в 46-м он умер. Да, он защищал Москву. Батька НКВД наши ребята. Это очень мудроно, но это возможно. Это возможно. Продолжение следует. Продолжение следует...